В нашем первом канале прямо сейчас. Смотрите, там счет 1-1, и там все самое интересное. Ну а у нас... Ты чего так мануешь людей? У нас самое интересное. Пытаешься отсправить людей... Нет, ты же понимаешь, что люди, которые слушают нас, они по дефолту понимают, что здесь самое интересное. Тут они пришли к самому злачному, скажем так, к Америке, где люди дерутся, выясняют отношения, как настоящие дотеры, а не вот это по фарму, по крипчикам. Ладно, комплекс T-Gaming против Digital House. 1-0 в пользу Digital House, и смогут ли комплексити огрызнуться? Узнаем совсем скоро. Бестмастер снова ферст пиком, и Bounty Hunter появляется в надежде. Первое, инфест бомбы с лайфстилером. Второе, что это будет лесной бестмастер, и ему можно будет активно мешать. Это будет точно лесной бестмастер, это будет, точнее, это будет бестмастер третьей позиции с Windows, который будет играть в лесу. Это мы не один раз видели, и четвертой позиции герой будет иногда подбегать на сложную личить, экспу, пытаться там зарабатывать какие-то деньги. То есть играть они будут вот так. И Digital House прекрасно это знают, и мы все прекрасно это знаем. Мы видели это не один раз. И вчера в полуфиналах дважды играл комплексити, играли вот этой стратой. Вопрос в том, справится ли Bounty Hunter. Ну, а почему нет? Что ему должно помешать? Побольше кларите с собой, попытаться ластхитить больших крипов. То есть, ну, мешать бестмастеру можно хотя бы тем, что ты у нее экспу забираешь. Потому что Bounty Hunter, который получает третий-четвертый уровень быстро, он своей дженадой может мидера напрячь очень сильно. Кстати, появление Бейна намекает на то, что мидер будет какой-то слабый, и его, скорее всего, будут бейбиситить. В бане пока Рикимару, Инвокер и Бэтрайдер. Digital House избавились от Дарксира, Эрспирита и Медведя. Мишка, ты ничем не угодил. Минус ТБ от Комплексити. Ну, по-моему, Digital House сейчас как раз таки показали, что им не обязательно играть имбовыми керри, чтобы растоптать. Но Инвокера Комплексити забанили правильно. Минус Джиггернаут. Твою с дважды. В аэропорту Стамбула два взрыва, 10 человек поебли. Угу. Черт, наш любимый аэропорт. Вы там были буквально две недели назад, даже меньше. Еще жуть. Жуть. Ладно. Баны, баны закончились. Ну что, самое главное, что в бане Террор Блейд? Ну, подожди, еще не в бане Медузы, Нага и другие матные слова. Нет, это Америка. Тут такого не бывает. А тут бывает только Террор Блейд у Мемеса. Или Тролль у Мемеса. Это бывает. То Тролль я бы посмотрел. Наг у нас еще в Америке не было. Свят, свят, свят. А то я видел Медуз, Спектр. Я видел Террор Блейды против Антимага 100 минут. Когда менялись слоты, Тараски, когда попались третьи, и не кратча одним кликом. Вот реально страшный сон. Ты переходишь на Америку и начинаешь это все в флешбеке. Это как татуировка отбивается у тебя в голове, и ты это забыть никогда не можешь. Когда Висп появляется. Ого-го. Под Тинни или под Хаус Найт? Играют они чем-то подобным? Да, они играют с Виспом. С Виспом они играют все. Они могут сыграть даже с Фантомкой какой-то условно. С Бристалбэком могут сыграть. Да, здесь, кстати, это будет неплохо. Потому что Лайфстиллер не особо пробивает героев, пока которые собирают Сильвер Эйдж. Тут нет. И украсть что-то у DC не получится. Ну как бы, что ты сейчас заберешь? Заберешь Тинни, они возьмут Хаус Найта. Заберешь Хаус Найта, они возьмут Тинни. И при этом будет выгодно. Тайтхантера забирают. Играют просто по своей, скажем так, линейке Digital House. Не собираются танцевать под дудку комплексти. Ну и Тайт круто смотрится против любого, что Тинни, что Хаус Найта. Режет дэмэдж. Белый очень сильно. И комплексти. В общем, Тайт любит сейчас оффлейнеров, которые могут уйти в лес без труда. Там, как правильно говорят наши аналитики, любой герой с сэренталоном это оффлейнер. Вообще любой просто. Вообще любой просто. Когда Аксу начали собирать, Фурионом начали покупать талоны, чтобы быстрее убивать больших крипов. Это совсем жуть. Комплексти при задумались. Это Урса Вориор. Это опять агрессор. То есть вот не берут что-то на фарм, берут агрессора. Бэйн, Урса, Висп. Бестмастер здесь получается не саппортом. Это будет любовь. Ну, это оффлейнер, скорее всего, будет. Он пикнут как оффлейнер, но то, что он в лес, пойдет скорее всего. Хотя, увидев Баунти Хантера, я бы засомневался в правильности этого решения. Четвертый пик. Саппорт есть. Есть керри лайфстиллер. Виверно появляется. Но это сейв. Это сейв от Урса. И, кстати, это очень крутой не только сейв. Это еще и смерть, скажем так, для Виспа. Если грамотную ульту дать, да, это действительно смерть для Виспа. Ну, или Бэйна, я думаю, Урса всех может съесть. Ну, вообще круто смотрится. Два саппорта есть, оффлейнер есть. Остается миддер для Digital House, и комплекс все должны убирать именно его. Кого у нас нет из крутых миддеров? Банша до сих пор не в бане. Она смотрится неплохо. С ней пушить удобно. И выживает она круто. Ну, есть всякие паки еще. Паку здесь стремновато как-то. Да и правильно пишут в Твиттере Андрей, что после сегодняшней Европы DC комплекс типа бальзам на душу. Ну, вообще так и есть. Пятый бан. Пятый бан. Ну, блин, скажу честно, что мы на первый стрим с Америкой переберемся уже после Европы. И что-то мне кажется, что с темпами Европы мы тут еще одну игру будем смотреть Америке. Ну, ничего удивительного в этом не будет, на самом деле. Будем смотреть здесь еще одну игру в Америке, потому что… Прикинуть, Америка вообще раньше закончится, чем Европа. Это, кстати… Знаешь, если в Best of 5 будут быстрые раши, я не удивлюсь. Потому что Бо-3, Бо-3, честно говорю, да, при всем уважении к Мемесу, мне кажется, что финал Лазеров закончится 2-0. Неважно, кто туда упадет, DC либо комплекс, и в этом у меня просто нет никаких сомнений. Ну, поглядим. Ну, что DC, давайте, пятый бан. Слушай, Витя, у нас есть телевизор. У нас есть телевизор? Да. Ты хочешь новости посмотреть? Не знаю. Ну, он у нас есть, значит, можно, наверное, включить. Острим включился. Сериал! Доктор Хаус по телевизору! Ребята, а может, ну, посмотрим сериал все вместе. У нас в натуре есть доктор Хаус. Клево. Дез профит, а я о ней и говорил. Люди, не смотрите телевизор, пожалуйста. Да, я… Когда просто… Что происходит? Вот это реально включаешь… Это первый национальный куринский канал на Скочвит. Смотришь 3 секунды и выключаешь телевизор еще на год примерно. Спокойно, прям без зазрения совести. Типа, я видел все, спасибо. Больше не хочу. Всего хорошего. Ну, прогноз погоды можно смотреть. Ну, хотя его еще и в интернетах иногда рассказывают. Да, у нас, кстати, на улице гроза начинается. Ну, она на самом деле слишком далеко. Это опасно. Это опасно, потому что нас предупреждали, что все здесь у вас будет хорошо. Но есть один минус, что если будет ужасная гроза, может случайно свет пропасть. Свет – это важная часть нашей трансляции, пожалуй. Тяжело без света обычно дота комментирует. Ну что, ласт пик – это Мирана. И мы ждем, пока разберут героев команды и начнется у нас игра. Да начнется битва. Ну, на самом деле, по тма ласт пиком меня как-то не возбуждает, скажем так. Лимб в мидли будет играть или Чесси будет играть в мидли. Мне их герой, вот как-то мне такая… Мне нравится Висп с… Сурсой – это круто. Это дикая агрессия, это можно забегать, убивать, много хила. Но здесь есть тот, кто вырубает Виспа. Здесь есть и лайфсиллер, которого доставят в файт Баунти Хантера. Здесь есть самое страшное – это Баунти Хантер с Тосом четвертого уровня. Для Виспа это сразу две трети хп отлетает. Ну и Виверна, если Висп бегает рядом с Сурсой, он может погибнуть. Да, прогнозы мы ставить не будем, потому что… Мне уже тоже надоело, я в первый день еще ставил. Они просто влазят, понимаешь? А, подожди, если ты не ставишь, оно не выпрыгивает? Нет, оно не выпрыгивает. Ой, вот это круто, вот это я не знал. Вы уже пришли к этому. Я просто забил ставить, потому что мне надоело, а вот теперь будут точно знаешь. Потому что оно, когда ты выбираешь, у кого будет топовый нетворс, и оно у тебя каждый раз… Да, оно начинает 15 минут без перерыва. То же самое с ласт хитами, кто выбрался на первое место. Ладно, Digital House. Мизери будет играть на Баунти Хантере. Саксом, Винтер Верн, Резолюшн, Лайфстиллер, Виха на Дэс Профит и Му на Тайт Хантере. Ну, в комплекте капитан команды Кайл Свиндлс Фридман играет нас на Бистмастере, на Патме играет на Слимп, Чесси сыграет на Урсе. Поймали, тем временем, Мизери. Просветка, отлично, Мизери пытается его замесить. Мизери очень больно и неприятно. Мизери, 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 Мизери погибает. Зифрик зарабатывает Форсблат. Ну, вот как раз-таки Зифрик играет нас на Бэйне, Чесси на Урсе и Ханскин сыграет на Ио. Да, зашел и как-то прям ждали комплексти этого мува от Баунти Хантера. Первое, смерть есть. Но не сказать, что это сильно влияет на игру. Да, кому-то подарил ФБ, это Бэйну, у него появится сапожок, скорее всего. Нет, это просто лишний пак центри вардов, который он сейчас расставит и будет помогать Бистмастеру общаться с ним. Бистмастер с Талоном. Это будет лесной Бистмастер. Он даже не думает. Да, 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 я говорю, это с Windows, и он уже играл так миллион, миллион, миллиардов раз на этих квалификациях и будет играть так дальше. Но вот опять-таки Мизери, один раз ему уже объяснили, что братан, тебе здесь не рады. Объяснят ли ему еще раз? Или сможет, как всегда, сделать то, что обычно делает на Windows и вынести очень много денег с леса на этом герое? Сейчас посмотрим. Мизери должен к нему отправляться определенно, потому что иначе Баунти Хантер здесь не нужен. В миде он не делает абсолютно ничего с Кушерли Варды, но при этом побеждает, конечно же, Мизери, потому что Вижена-то не остается. Это значит, что он может чувствовать себя фривольно здесь. И он ничего не может сделать лимпу. Ну, точнее, он может его периодически разминать, но в ответ будет получать какой-то брейн-сап от Бэйна, и для него будет совсем печально. Ну, основная его задача немножечко здесь помочь. Мы прекрасно понимаем, что Вихи стоять против... Ой-ой-ой, стрела! Да ладно, Виха! Фурифайр! Сколько? Там просто пять, что ли, или шесть хп осталось? Да, там пять хп, по-моему, осталось. Кстати, что-то как-то слабовато спирит сифон работал. Ну, так сейчас же вот как бы... Первого левла, да, маловато немножечко, да. Ну и как же надоедает в миде этот Бэйн. Вот Артур Габлак-Костенко очень любил вот такими Бэйнами играть. Всегда приходит так вот в миде, вот Мизери спалился, Мизери, что он бежит в чужой лес, его уже ждут. Здесь Свиндолз, ну, Мизери надо что-то пытаться стилить. Ну, вот, да, застилил одного. Еще Кабанай застилит, вот это вообще замечательно, почти второй уровень получает моментально. И Мизери будет здесь мансить. На самом деле надо быть аккуратнее, потому что кроме Синтрея еще Дасты. Дасты не достают до Мизери. Он должен был это увидеть и спокойненько может возвращаться и стилить экспириенс. Да, вот теперь уже интересные батлы будут между Свиндолзом и Мизери здесь на этой линии. Пытается еще... Сильный. А это было лишним. Да, Инвиза-то как бы 10 секунд. Ну, нет, он четко чувствует, что ушли, он четко чувствует, что вряд ли убьют. И, опять-таки, Кентавра Большого забрать, наверное, очень даже неплохо. Решил для себя Мизери и уходит он оттуда. Мы видим, не смогли его зацепить, так что все отлично. Ну, Резольфармит. На полном Free Farmer Resolution, как и его Визави Чесси, который тоже стоит против крипов. Ну, и Мизери будет развлекаться здесь против Свиндолза. Идеально, конечно, резать Кабанов, на самом деле. Кабаны, это золотая жила Лимб, отправляется навстречу Курьера. Боится то, что Баунти Хантер может быть тут. Ну, сейчас Баунти Хантер спалился, и можно Курьером. Ну, вот тот вопрос, который мы задавали. Сможет ли Мизери справиться с Свиндолзом и очень сильно ему помешать. Он уже Свиндолзом мешает, уже не так весело стоит Свиндолзом. Бестмастер, уже не будет у него очень ранних некров. То есть уже куча проблем имеется. Насколько эти проблемы в глобальном плане будут отображаться на игре, мы, конечно, увидим. Ну, по крайней мере, не так весело будет Свиндолзом, это факт. Там главное Баунти Хантеру потом не потеряться, как-то и реализовать себя на карте. Он сейчас забирает Крипочка. Ему главное поапаться сейчас, вот третий, четвертый получить. Постараться подольше здесь побыть, скажем так. Да, и с ним уже можно что-то делать. Сейчас он по-прежнему бесполезен, это факт. Это Баунти Хантер, то есть, ну, вот так вот и большого-большого альфа-волка постараться украсть надо. Не вышло. Ну, Кабанат тогда. Кабанат, Кабанат. Ать его видит, его видят. Ать. Ну, вот тут ошибочка, потому что потратил кучу времени, ничего не сделал. Это же надо вот с ней как-то. Тут Курьер принес сапог. Еще более веселым сейчас будет он. Ну, вообще Мизери неплохо пока исполняет. Это факт. Не палится, что видно. Так, подрезал Ханскина. Кларити потерял. Вот это самое обидное для него. Кларити больше нет. Это остается манной еще на один инвиз. И на этом все как бы. Тайт Хантер. Фармит Крипчиков. Уже почти пятый. Как Глаунсу по тмы. Лимб. Четвертый с половиной. 15 на 4 против 18 на 5. Весьма ровно стоят. С Windows. С Windows. Ну, тычку с Джи надо получить. Конечно, хочется третий. Ну, вот ты знаешь, неприятно. Конечно, неприятно. Виндлей с сапогом. А у него тапка-то нету. И Мизери приходится улетать. А почему он улетел? А потому что побоялся, что сюда кто-то подойдет. А манну у него больше нет, чтобы эскейпнуться. Его даже безвижно заберут с кабаном. Ну, в принципе, от кабана никуда не денешься. Ну, да, логично, логично. Ладно, уходит оттуда мизерниче страшном. Скоро он вернется. Рызоль продолжает фармить 35 на 6. 31 на 4 у Чеси ровненько. Баньша мы видим тоже неплохо. Сейчас еще с 21 на 7 у Вихи. Ну, у Ката 16 на 5. Вот немножечко, но проседает. В общем, пока команды идут ровно. Какого-то преимущества у кого-то нет. Да, действительно, есть оффлейнеры, которые фармят. Только Му сейчас приходит на лейн. Потому что получил четвертый уровень. И он сейчас уже пятый. Может здесь побоковать немного. Выходит туда мизери. Сейчас ап не стал. Да кап не третий. Что-то тебе мешает. Подойди и забери ты одного крипа. Появится Тос. С Тосом всегда шансов больше кого-то убить. Чем без Тоса. Ну, вот как-то стесняется Экспирин забирать в Тейдхантерах. Хотя Тейдхантер уже пятый с половиной. Да, Тейдхантера все очень круто. Да, он сейчас будет шестого. Появится реведж. Он может идти где-то экшен наводить. Ну, без Мастера, скажем так, не все хорошо. Не так все хорошо, как у Тайда. И вот мне кажется, что без Мастера все-таки стоило бы пойти в сложную. Сейчас, если мы уже смотрим. Резуаль вгрызается в Зефрика. Не кинуть ни слип, ничего. Надо будить. Пока-то под рейджом разбудил. Резолюшн оказывается очень далеко. Ингдец бомбой. Пытается забрать Зефрика. Тычка. Биск не успел отхилить. Энцкен начинает раскручивать ВС-5. Сразу съедает Тангус Лайфстилер. Редфурсы, конечно, неприятны. Есть замедление от Виверны. Замедлил двоих. И слетает на лоу-граунд. Слушай, блестяще сыграно. Два человека прилетели с ТП. Ничего не смогли сделать. Забрал в соло Бейна. На топе сразу же немножко развязал руки своим тиммейтам. Ну, молодец Резоль. Да, Резоль сейчас еще и с армлетом будет в скором времени. А с армлетом для него Бейн вообще еда. С Windows. Можно разминать. Мизери, да делай ты, 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 ты знаешь, что. Реведжи есть. Можно, на самом деле, через третий анчерсмэш. Так, ну, давай, да, да, да. Опа, подрезали. Так, анчерсмэш пробили. С Windows неприятно. Вряд ли они его убьют, поэтому реведж тратить не будут. Но вот прогнать можно. Прогнать можно. Кабана подрезать можно. Ну, заставлять его постоянно вот опасаться за свою жизнь. Это очень круто. Урса пешком вообще на топ пришла. И сейчас Мизери спалит. Это движухот, Мизери дает инфо. Говорит, бежит Урса к тебе, Титхантер, будь осторожен. Ты знаешь, что Бестмастер сейчас лейна уйдет. Что Нурси мешать не может. Но Лайфстиллер продолжает развлекаться на ботами. Бейн сюда в соло больше не пойдет. Он прекрасно понимает то, что Лайфстиллер сейчас еще больше набирает. И все труднее будет. Ставится в артсак, должен это прекрасно понять. Начинает разминять за фрика. Понимает то, что хп меняться невыгодно. Ну, цепляет, замедливает. А вот об сервер забрать это выгодно. Плюс соточка в карман. Денежка, экспириенс, все нормально. Хорош. Выход мидл за фрик. Не будет Мизери тычка? Мизери пока везде. То есть не скажешь, там супер глобально он переигрывает. Но он очень неплохо. Ой-ой-ой, там с дабл дэмэджем. Виха у нас. Слипал, разбуди Мизери. Мизери отлично разбудил. И еще две тычки и задувочка. И можно задувочку. Да ладно! Как не достал. Вообще кропаля не хватило. За мансил, за мансил. Там бэйн. Ну да, в итоге вот готовый был фраг на бэйне. Надо было забирать за фрика. Но вот немножечко не хватило. Интересно то, что подпава в это время не нажала. Мунлайт шадул. Даже не пыталась прикрыться. Утимейтер за фрик. Больно. Пошел тос. Будет ли задувка. Вот он задувка за фрик. Хотел еще заслипаться, но не стал. Ну вот опять-таки время немножечко выигрывают. Потому что Байншай и Баунти Хантер здесь тусуются. Не могут никого убить, двух саппортов. А тут под Энвизом Сминдлз уже бежит искать себе жертву. У Сминдлза есть уже Праймал Роуэр. И он очень хочет как-то заслипить. Дасты тратит. Сигнале то, что он там. Походу Виха увидел анимацию дастов. Она потом и в это время забирает резолюшн под Му. Я не знаю, каким образом. Мунлайт был. Лип был потрачен. Я так понимаю, через Виверну как-то. Ну да, просто Блаз зашел и все. Очень как-то странно. Совершенно странный фраг. Ну и Му. Покупает рецепт на Баклярсу. Что там в Европе? 1-1 третья карта? 1-1 третья карта в Европе. Все нормально. Все по плану. Витя, наш план по-прежнему работает. Америка, весь дивизион закончится раньше, чем Европа. Все нормально. Дасты. Вторые дасты. Третий, нет, уже третий. Еще в начале там было, когда они в лесу его пытались ставить. Уже третий дасты, заюзный в никуда. Ну, пытаются как-то отзонить. По-моему, Мизери сейчас залез в голову команде комплексти и не вылезает. Оттуда проблема у Зифрика огромная. Тейтхантер идет против Выдраца. Он понимает, что его не убьет. Там у Рора, если что, есть. Надо быть аккуратнее. Руар в Мизери. Вижен имеется. Его просветили, кстати. Вот он под сейв. Чесси. И все. Ничего не могут сделать колы. Абсолютно ничего. Вышку уронили. Ну да, вышку уронили. Это плюс. Видно. Чесси. Я бы на месте Чесси был бы поосторожнее, потому что, ну да, Ханскин есть. Ханскин, кстати, без релокейта. Можно было стараться цеплять. Как-то что-то передать. Виха в миде, минус вышка. И Роман Фоминок. Тоже чувствуется великолепно. У него 72 на 6. Виха там улетел он хоть? Ну а куда? Нет. Рора нет. Стрела залетит. Там еще что-то. Мизери. Четвертый из половины. Виндлейс, Орбов, Веном себе. Купил еще штуку на минус армор. И совсем круто. Лайден Стоун. Фигня на минус армор звучит куда лучше. Конечно. Чтобы так и называли. Фигня на минус армор. Фигня на минус армор. Чтобы английские комментаторы ломались просто. Купил фигню на минус армор. А что мы должны ломаться? Вы неправильно говорите. Это вообще не так. Фигня. Десятая минута игры. Пока все довольно ровно. А у нас по нетворцам, ну не скажешь. Резоль. Резоль очень хорош. Да, два фрага и у Резоля все прям великолепно. По деньгам и полторушку ведут DC. А полторушку по XP. Ну и на одну карту они в принципе ведут. Да, у них есть запал, скажем так. Это комплекс. Ошибаться больше нельзя, потому что дальше придется играть против Мемеса. А Мемес может и удивить. Мемес, черт его знает. На вайде с линкой как начнем. Террор Блейд. Да, там все что угодно может быть. Не зря. Шестой бы ему получить. Тогда бы фраги были куда интереснее. Хотя фрагов у нас в этой игре намного меньше. 2-1 на 11 минуте. Чуть помедленнее дота стала. Ну и выход на бот. Там экзорцизм только через 30 секунд. Но здесь с Резолем и Виверни можно и так забрать. Да, прожимает фортификейшн. Мизери. Спалил Мунлайт полностью. И должны просто отойти. Удивить не получилось. Зато заданали вышку. Уже неплохо. Мизери. Ну вот сейчас-то дасты должны быть. Да, но тут Мизери сам виноват. Он, конечно, клацнул вот этот инвиз. Просто на голове у Бейна. И тут было понятно. То, что он там. То, что он там, да. Вряд ли кто-то еще такие. Челси там пытался покусать немножечко Тайтхантера. Он понимает, что это абсолютно бесполезная затея. И даже можно не начинать. Тайтхантеру там вот 30 секунд в нем визит. Но ему вообще пофиг. Скоро у него будет Миканс. И это хорошо. Еще буквально пару пачек крипов. Он сейчас отойдет на оффлейн спот. Надо Мик... Слушай, так там сейчас Баунти Хантер же как только возьмет там шестой. Это же начнутся вот эти вот трек инвиз, инфестбом, киллы. Вот они уже начнутся. Они уже пошли сей без трека. Без трека они не настолько выгодные. Но все равно это круто. Смотрите, он находит код Виспа. Резольву съедает за две тычки. Это изи. Рошин сейчас будет. И улетает птичка туда контролить подходы. Чтобы знали комплекс. Если кто-то сюда будет идти. Диси не пойдут. Понятно, дело Диси на топе. Прилетел Маск. Папано с Чесси. Не получится никак за деф. И да, Чесси слишком быстро уже урубает Рошана. Это, кстати, странно. Потому что ты играешь против Урса. У тебя всегда должны контролиться подходы. Хоть как-то. Ну, они-то подконтролились. Понятно, дело против Смоука это тяжело сделать. Ну, и вот он. Первый Рошкилл в этой игре. Тем временем в центре у нас драка. Намечается у Лимпа огромные проблемы. Лимпа делает лип. Лимп делает лип. И это минус Лимп здесь будет. А Релокейт есть? Не дают делать Хэнскину Релокейт. Хэнскин получает лещи. И еще от той самой подмы. Даблкилл просто для Моа. Диманчор с Мэшем. Они как будто специально довелись до лоу-хп одного-второго героя. Для того, чтобы Моа мог забрать обоих. И так оно, собственно, и получилось. На 2-0. В этой драке 4-2. В общем, в игре с Виндлзу надо бежать отсюда. Потому что Резоль уже за ним идет. Это 1000 голды 870 экспо неплохо. С Виндлзу надо бежать. Ластилер почти с Ахасейбром. Мизери видит его. И они ему не дадут сделать ТП, если успеет добежать. Там Мизери успеет ли? Нет. Мизери уже замахнулся тычку сделать. Но Тос так и не кинул. Не видел его, конечно. Первые Некрачи появляются на 13-й минуте. Слушай, не сказать, что прям сильно тайминг остановлен. То есть на пару минут он отстает. У Свиндлза 15-й минуты Некро 3. Это его тайминг. 15-й, там 16-й, это Некро 3. Должны у него быть. Вот если хуже, это плохо для Свиндлза. Здесь только первые Некра. И ни одного удачного ганга, ни одного удачного действия. Да, вот то, что не получилось никого забрать за все время игры, это, конечно, печально. Зефрик притаился возле Т1 с Финсгриппом. Ждет, как кто-то пойдет дефать вышку или вообще кто-то пойдет. И через релокейт, который будет через 15 секунд пытаться кого-то забрать. Но пока мы видим тут резоль. Ну, DC прекрасно тоже будет каждой драке ориентироваться на этот релокейт. Они прекрасно должны понимать, что в любой момент у них может оказаться там целая движуха Пепси. На этот случай у них есть Саксо, который сейчас уже продемонстрировал Виспу, что будет, если Виспо пытается сейвить кого-то. Вот у нас Абля. Неплохо смотрится на лайфстиллере. Так, Мизери. Проходит. Сейчас можно найти... Нет, ну Боина-то не найти никак. Зефрик там ныкается. Пошел Мунлайт. Сейчас, значит, будет стычка. Саксо ставит вард. Идет сюда Свиндлз. Готов рорить. Ты посмотри на этого Боина. Пошел слип на Тайтхантера. Понимаешь, что сейчас будет атака. Начинают ныкаться. Будет ли ультимейт от Ливерны? Пошел Рор в Мизери. Саксо пытается его срубить. Отличный Реведж. По двоим. Анчош Смэш с Виндлзу. Дэмэдж подрезали. Рор уже нет. Пытается резолюшн его доесть. Да, ой, резолюшн. Пошла Мека. Лимб уходит отсюда. Треки уже появились. Можно подсвечивать. Подсветили под муч. Чесси пытается отсюда уйти. Но я думаю, что уйти ему не дадут. Трек на него надо только повесить. Чтобы вы понимали, даже не заюзал свой ультимейт Сакс. Только вот сейчас. Баунтихантер уже ушел куда-то. Он почему-то ушел и не стал кидать треки. Он бы тут столько денег заработал экспой, но он куда-то пошел. Не знаю, куда. Походу Лимпа гонит, как вот, знаешь, стервятники идут, пока не умрет эта Патма. Но она не умирает от старости. Это как вот от домашней ящерицы, которая кусает и ждет, пока ты сдохнешь. Ну да, неплохо, неплохо. Сим-2. Шикарная драка Одесси. Хотя начало отколов было тоже неплохое. Когда за Найтмэрили Тайды, казалось бы, отзонили его драки. Казалось бы, все продумано, но... Вижны не было у них. Когда отошли вот сюда, просто спрятались в лес. И ничего не сделаешь. То есть урсе пришлось бежать сюда пешком. За это время уже Мунлайт закончился. Тайтхантер тоже из Слипа вышел. Дал потом Рэвич по двоим. А он сейчас очень толстый. Ну и Мека ранее, она, конечно, сейчас очень сильно сыграла. В скором времени это будет либо Даггер, либо Грифсы. На месте, наверное, покупал Грифсы все-таки. Здесь интереснее смотрится. Потому что Некрачи могут тебя без маны оставить. Ты рэвич не дашь. Да, да, да. А Грифсами всегда можно справиться. Ну что, 15 минут игры прошло. 7-2 и уже 8 тысяч нет ворса у Резоля. На двушку больше, чем Урса. Там уже Тайтхантер немножко приближается к этому Урса Вариеру по количеству денег у него. И это плохо. У Банча появляется Витра. Ее сейчас еще сложнее убить. И можно контролить людей. Ну вот, хорошие-хорошие вещи есть у DC. И преимущество у них сейчас в руках. С Уиндолс найдут ли его. Виха. Резолюшн находит. Будет ли Ванды. Есть Ванды. Можно присасываться. Пошел урор. Виху. Релокейт есть. Виха должен принимать. Витра, Витра, Витра. Да, все очень хорошо. С Уиндолс погибает. Теперь постараться можно убить еще и Ханскина. Ханскин очень сильно проседает. Ну, добили, кстати, Виху. А вот Ханскина нет. И Мизери без маны. Мизери уходит в инвест. Но дотыкали его уже. Причем Вижена не было. Просто фейтайм есть некоторый. Му. Да поймал бы. Знаешь, не хочется, наверное. С Мека я, наверное, поймал. Смотри, как у него крутится вентиль на голове. Валва же. Валва, да. Лим с дабл дамажем был в этом файте. Пытается собрать Аганим. Пойнт бустер уже есть. Чищенка сверху. Смок появляется от Баунти Хантера. Как было урсы. Даггер. Мум. Ну, неплохо, правда, на 2000 отстает от лайфстилера. Вышка должна падать. Роман летит сейвить. Выходит на Чесси. Чесси уходит с даггера. Правильно делает. Хотя за спиной вроде как Висп. В любом случае, ну что, он ничего не сделает Резолюшену. Да. Это проблема. Ты ничего не можешь делать. Висп без релокейта там будет хилить тебя и так далее. Это такое себе. 84 побежали в смоке ребята из команды DC. Не видели этого комплекса. Варда у них нет. Это в той точке, где был заюзан смок. Но не забываем, что есть Ревейдж. Даггера пока нет. 1500 на руках. Если подсветят сейчас урсу. Ворваться-то как-то надо. То есть подходит сейчас Мизери. Вижна нет. Пошел трек. Сайланс. Ну вот почему тычку не сделать? Делаешь тычку, кидаешь трек. И вот после этого уже все происходит. Хотя бы на релокейт развести. Хоть так. Но в принципе, когда урса просто отблинковалась. Мы уже понимаем, что это не потеря. То есть смок спалили, отблинковались. Они сейчас готовы дефать Т2. Мунлайт. Вот мы еще 100 секунд в КД. Да, его не будет. Аганим, кстати, на подходе уже у Кашака. Сейчас будет Т2-тавр забирать ребята из Digital House. В экзарцизме есть второго уровня на самом деле. Можно в теории сместиться потом в мид. Можно, конечно, и к хайграунду подойти. Но я думаю, что рановато заходить на ХГ. Сейчас против Фурсы. Просто такой себе боец без АЕКСа. Мне кажется, можно заходить. Но они не пойдут, понятное дело. Но даже на примере этого тавора видно, что комплексы пока не готовы драться за вышки. Это факт. Так оно и есть. Они проигрывают по деньгам где-то 4000. Да. 3-500, 2000 экспы. То есть не сильно. Но убивать лайфстилера я пока вообще не понимаю как. Да, сейчас будет Си, он будет очень быстрым. И если еще и трек будет в файте висеть, ты за ним вообще не угонишься. Он будет носиться как бешеный. Зафрик. Во рты нужны нормальные DC. Чтобы выходить на охоту. И давно инфиз-бомбы не увидели от резолюшена. Вообще она была одна, и то неполная такая. Так, резоль. Подходит к Т2. Кстати, можно собрать дезолятор, мне кажется. Здесь смотрится неплохо. Экзорцизм как бы есть. Есть гаш, который на минус армор. То есть какой-то соло-таргет может дезафокус. Прожимается экзорцизм. Фортификейшна нет. Т2 начинает проседать по ХП. И по-моему задефить ее не получится. А вот ты один на ботами, то сих пор Сакса пытается как-то задефать. И он ее, кстати, еще заденает. Но сейчас лимпа надо отогнать. Отлично, Сакса. Отлично. И тут же ультимейт на лимпа. Там есть, там есть, там есть, там есть хелпа, Виха, Бласт, лимп. Надо догонять, надо догонять, надо догонять. Сейчас задует его, скорее всего, Виха, если попадет. Ну, Бейна еще можно убить. Бейна подняли. Да, лимпа. Да ладно, остается у лимпа. Валя 50. Там ХП Сакса проседает. Но уже лопнул Бейн. Уже лопнула Апатма. Чесси тоже проседает сильно. Трек. Тос. Минус. Три. Дабл килл от Вихи просто. И там, подожди, еще Му. Ну, вот, то, о чем я говорил. Некрачи. Остается Тайдхантер без маны. Поражать сможет только Аркан в этот момент. Меку никак. Рэвидж тоже. Поэтому есть смысл купить все грифсы. Это Блинкдайгер. Ну, ладно. Пожалуй. Какая разница? Он собирается нападать, а не защищаться. Да, то есть, если ты инициируешь, то здорово. Но если в тебя каким-то чудом запрыгивает Бестмастер, рычит, вызывает Некрачей, то... Что дальше? И кто тебя будет бить? Некрачи. Они тебя без маны оставляют. Не, ну, дай. Я имею в виду, что добивать все равно Урси будет сложно. Если на Тайда будут врываться и пытаться бить Тайда, колы, это будет другая ошибка. Пожалуй. Бить надо кого угодно, но не Тайда. Вот кого надо бить. Вот этого пацана надо бить. Потому что он так портит всю жизнь. И это, конечно, ого-го. Слушай, 2700 Урсы. Будет ли это Башер? Ну, скорее всего, это будет Башер. То есть, он очень нужен. Мизери. Инфес бомба. Только мы об этом говорили. Восьмой с половиной Баунтихантер. У него двойной Инвиз. Двойной Сумрак. У нас первый закончился. Находит Хэнскина. Боже, какая булочка. Просто было 150 хп. Можно было с одного Тоса забрать. Он бы лопнул. Даже не понял, что произошло. Трек Тос, да. И опять-таки трек-фраг. И опять-таки деньги. И Баунтихантер начинает понемножку подниматься. Команда начинает подниматься. Тысяча голды, считай. Тысяча разницы за Виспа. За Виспа, у которого все плохо. 150 хп было в лесу. Да. И 1300 руках у Баунтихантера. Ну, каждый раз, когда ты играешь против ВХ, ты должен прекрасно понимать, что есть вот такая вот ситуация. И может она быть. Ну, ладно. Ну, если всегда бояться, ты можешь вообще с базы не выйти. А это будет уже европейская... Это уже будет европейская дота, да, которая идет прямо сейчас на канале Dota2RU Hub. Просто так, что смотрите. Там, понятное дело, очень важный матч. Понятное дело, там очень серьезные команды играют. Много людей смотрят. Вот, Некро 3. 22-я минута для Смыдлза. Очень долго, да. 7 минут примерно от тайминга отлетело. И при том, что у них сейчас даже намека на даггер нет. 300 монет на руках. То есть, действительно, Баунтихантер здесь законтрил. При том, что сколько Баунтихантер уже импакта для своей команды внес. Сумасшедшее количество. Курса пытается затыкать. Еще буквально пару тычек. Прожимается Мунлайт. Пошел Сайланс. Но Чесси получает башню. Посмотри, его можно просто рэвиджем законтрить. А Егис забирает Баунтихантер. Чесси просто сейчас психанет, наверное. Минус Хэнскин. Трека подсвечен Чесси. Unstoppable Resolution. Это, знаешь, это как... Смыдал, зубил, конечно, Виверну, там, в соло. Это абсолютно ничего не значит. Да, это абсолютно ничего не значит, потому что сейчас было потеряно невероятно много. Ой-ой-ой. Ты понимал, в Европе там 40-ая минута, и счет 13-9. Это стандартная Европа. Ну, бас. Стандартная Европа, на которую ты уйдешь комментировать, если сейчас все закончится здесь. Это ужасно. Это ужасно, да. Ну, нет, ну давайте третью карту. Ну, мужики, соберитесь. Я тоже не против, кстати. Я только за. Руками, ногами и всем остальным. Но, по-моему, ДС не собирается здесь отпускать. Падает у нас барак по миду. Зефрик. Всем налетало. Тут три тоса пролетело. Падает миличный барак и просто отходит. А зачем рисковать? Там просто урсы как конфетку у ребенка отобрали. Знаешь, вот он фармит, фармит. Ему остается сделать последнюю тычку. И тут такой гоп-стоп просто. Реведж, тосы, треки. А Егис у тебя на глазах забирает саппорт и уносит его. И ты так смотришь и думаешь, а почему не на секунду позже? Он бы был уже у меня. А ты так смотришь и думаешь, черт, что делать с этим террорблейдом Мемеса? И это все, что ты думаешь. А какой состав у команды, против которой мы играем следующий? Да, да, да. Неприятная, конечно, ситуация для комплексти. DC сейчас полностью контролирует эту игру. Преимущество уже огромное. Снесли барак. Ой-ой-ой, 10 тысяч нетворса уже и 6,5 тысяч экспириенса на 24-й минуту. Самое главное это барак. Это то, что упал барак. И мы видим, папа напали на саксу, но и тут минус саксу будет, понятное дело. Пытался он там кастануть на себя колбу и засейвиться хоть как-то, но не получилось. Но это злость, это злость. Это спортивная злость у Русси. Она готова сейчас всех хорвать и мидать. Я же так умею делать, почему мне так не делать? Все? Давно было пора начинать. Да и не такие мелких надо забирать. Нужно что-то покрупнее. Типа вот такого. Пихо уже. А он с гостом, его не так просто взять. Да, у него и армора дофига, и ветра, и акториша скоро будет. Его ты у Русси просто так не заберешь. Для этого нужно огромное количество контроля. Там не хватит промиллорок. Раш, Чесси пытается уйти, но у него вообще есть БКБ. Ну развести на БКБ. Развести неплохо. Так, Виху. Виха есть гост, пока не жмет. А вот это проблема. Виха. А что это за фит сейчас был? Ну, финс гриппом подсыпили. Дропают также Аеги с Баунти Хантера за резолюшеном погоне. Под хвостову просто Урса наваливает. Рейдж еще 2 секунды. Будет ли ультимейт? Отличный реведж. Хэнтскина можно просто отчет с мэшем свести. Боже, какой невероятный тайминг на реведж был. Как только закончилась БКБ. И будет ли еще Курсат. Ребота на Курсат. Оль получает стрелу. Его пока сейвят. Пошел брейнсап. Юр дэмэдж залетает. Му получает старфол. За фрик. Подсветили. И Му бежит отсюда. Ну, Му тут вряд ли убить. Да, Му все-таки уйдет отсюда. В итоге драку выигрывают все-таки колы. Да, это 600 голды для них. Потому что все-таки убили они двоих и забрали Аегис. Учитывая, что они проигрывают 10 тысяч. Это очень даже хорошо. Но стоит сказать, что как-то ну очень нагло сыграл Виха, который просто... Боже, что делает за фрик? Он пытается забрейнсапиться. Заслипал. Пошел старшторм. Му погибает. Лимб. Надо бежать отсюда. Потому что Сакс-то на самом деле тоже может погибнуть. Подмаунт с этим дайгером. Она может напрыгнуть и отдать еще один старшторм. Вот как комплексы огрызнулись. И как хорошо у них это получилось. Там на самом деле огрызнулись DC, когда пошли драться без ревейджа. То есть он был в КД. Он откатился прямо в драке. Да, вовремя, когда БКБ закончилось. Но с него можно было как-то начать. Не дать Урсе ничего сделать. Но не получилось. Да, но мид, понятное дело, пушится здесь. Комплексы все еще тяжело будет комплекаться. Да, это понятно. Но опять-таки ты всегда играешь против Баунти Хантера, который в любой момент, всегда в любой драке 3 на 3, он эту драку переворачивает в пользу команды, за которую он гоняет. И это тоже немаловажно. Сложно будет колом, но возможно. В драке мы видели, что все может быть. Если Виха вот так вот будет бежать и дохнуть, не нажимая ни гост, ничего, ветра потратив на кого-то, чтобы цепануть, то... Сейчас Патма будет разгоняться, если что. Аканим-то появился. Она теперь очень уверенно фармит леса, и не только леса. Все лейны в принципе. 16 уровень. Теперь Moonlight чуть чаще. Кераса появляется у Лайфстиллера. Резолюшн фармит. Но мы видим, что вслед за ним идет Чесси и Лимб. Лимб, который сейчас будет догонять, я думаю, с его скоростью фарма. Даггер появляется у Бистмастера. Что можно на топ перебираться и как-то подавливать, либо с миди надо собираться сейчас DC, но тот факт, что им надо пятером собираться, это, наверное, неоспоримо. Вот через лес убить пару крипов, подпушить на топе линию, делает это Саксо, выйти и попытаться, опять-таки, заставить стянуться кола. Попытаться заставить стянуться. Вот такое вот сложное предложение. Получилось. Черт. Попытаться заставить стянуться. Попытаться заставить стянуться. Опасающийся. Раунд практически. Да-да-да-да-да. Ну что, на хайграунд пошел Роман. Она говорит, короче, надоело. У меня есть рейдж, я бить. И действительно бить. У меня есть экзорцизм, мы тоже бить. Профетки чуть-чуть не хватило. Глиф есть. Глиф. Есть, Гриф. Там Лотус, надо быть аккуратнее. Прошу мать. Слушай, Слушай. Вика просел очень сильно. Ару. Суиндос. Далековато Вихану, могут его убить. Отличный ревач, ну и надо грызть. Не надо, не надо дать умереть Вике. Да, все точно. Все четко. Извините, было сделано. Потрачен. Единственный контроль, который мог работать на Резолюшена. И Зефрику приходится просто слипать. Байбэк от Урсы. Треки пошли. Зефрик подходит. Му пока живет. Грифсов еще 18 секунд. Чесси погибает. Он после байбэка ставится ультимейт на Хенскина. Его Суиндос начинает просто ломать. Еще один трек. Вика присосалась ко всем. Разобралась с первым. С Уиндосу тоже проблемы. Анчур смеш, по-моему, это 2-0 в пользу DC. Да, да. Виха сделал трипл килл, может сделать ультра килл. Нет, не заканчивается это так же, как на первой карте. На первой карте все закончилось ультра киллом от Вихи. Просто феноменальное исполнение от команды DC. Первый в ревурсе моментально прыгает Муда и Тревич, пока Урса не включила БКБ. Сейвят Виху. Это косяк Урсы был на самом деле. Да, да. Потому что с БКБ бы он забрал Виху. Второй раз тоже прыгает Урса после байбэка и сбивает Колденбрейс. Понятное дело, что когда ты бьешь Колденбрейс, то, в принципе, мало толку от этого. Ну и Digital House зарабатывают и очень много денег, очень много фрагов, очень много экспы. Сносят вторую сторону. Пайп покупает Тайд на базе у врага. Последняя сторона начинает падать. Проблемы огромные у Комплексити. И, скорее всего, именно Комплексити будут играть против FDL. Против которых они уже играли в группе и проиграли им. Это было единственное поражение Комплексити. Если бы они не проиграли эту игру глупой, они бы уже были в Сиэтле. А ЕГЭ бы рубились вот в этих вот плей-оффах. Но FDL-ы заставили Комплексити играть в плей-офф. И Комплексити сейчас должны быть злыми. Ну, сейчас там они должны быть злыми, да, на самом деле. Они сейчас на них попадают. Должны две по 20 их просто ломать. The Freak. Это минус The Freak. Улетает Висп, конечно. Гэгэ. Good Game Boy Play. Digital House. И Роман Фоминок будут в Сиэтле. Это уже однозначно и это факт. Они будут участниками The International. Просто какими именно участниками, мы еще не знаем. Они минимум топ-2 в Америке. Они минимум участники Wildcard'а на The International 2016. Но я думаю, никто из них в этот момент...